В слушаниях приняли участие 36 горожан. На повестке дня рассматривались сразу пять вопросов. Первые касались проектов планировки и межжевания микрорайонов, в том числе 15-го. По плану в будущем на месте природного ландшафта должен появиться микрорайон с привлекательной инфраструктурой. Данный проект представляет собой территорию двух микрорайонов. Каждая ориентировочная площадь по 35 гектар. На каждом предусмотрены жилые группы в количестве четырех штук. И также предусмотрены все необходимые объекты, которые требуются для комфортного проживания, включая социальную инфраструктуру. Согласно предоставленному проекту предусмотрены школы, детские сады, спортивные сооружения и комплексы, скверы, места для отдыха с благоустроенной водоохранной зоной, мечеть, часовня и многое другое. Жилые дома должны гармонично вписываться в общий вид микрорайона. Жилые дома сформированы в четыре жилые группы в каждом, переменные этажности. Этажность к Березовскому шоссе нарастает, к зоне малоэтажной застройки падает. То есть в непосредственном близости к малоэтажной застройке жилые здания пятиэтажные. Постепенно нарастает к центру и к Березовскому шоссе вырастает до 14 этажей. И также расставлены акценты, 18-этажные акценты улиц, то есть формирующие застройку вдоль Березовского шоссе. В ходе обсуждения у горожан возник вопрос, будет ли затронут мясной массив. С ответа последовало, что вносить изменения в зоне лесополосы не имеют права. Но прежде чем столь масштабный проект начнет реализовываться, предстоит огромная работа по проведению инженерных сетей. Первоначальная задача у нас, естественно, проработать систему электроснабжения, газоснабжения, водоотведения и водоснабжения микрорайона. Сейчас будем разрабатывать проекты и включать их в республиканскую адресную программу или изыскивать средства из местного бюджета для строительства данных инженерных сетей. Данный проект поддержали единогласно. Общее одобрение также получил проект планировки земли в микрорайоне Михайловка под индивидуальное жилое строительство для льготной категории граждан. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».